В этом видео хотел обсудить с вами вопрос по поводу пароизоляции, а именно, какую использовать, на что следует обращать внимание, как ее поворачивать правильно, гладкой или шершавой стороной, и много других моментов. В данном случае мы для утепления кровли использовали изоспан B. Изоспан B является пароизоляционным материалом, то есть он абсолютно не пропускает никакое количество влаги, то есть он полностью изолирует пирог, именно утеплитель. Вот. Хотел остановиться поподробнее на том, как его стелить. Он имеет две стороны. Одна часть гладкая, вторая часть у него шершавая. И очень часто возникают вопросы, какой стороной правильно стелить. Хотел раз и навсегда этот вопрос закрыть, потому что очень много специалистов. Вот мы работаем. Каждый говорит по-разному. Кто-то говорит, нужно шершавую сторону оборачивать кверху, то есть в утеплитель, чтобы утеплитель мог выводить излишки влаги, то есть чтобы со стороны потолка отсюда, то есть снизу, с этой части, уже получается гладкая часть, чтобы отражать пар. Вот. Кто-то наоборот говорит, что должна шершавая вниз, якобы, чтобы лишняя влага могла уйти в пирог. Вот. Но после того, как я вам скажу одну вещь, сразу вопрос решится. Сразу понятно будет, что на самом деле любой стороной, какой бы вы ни кинули пароизоляцию, абсолютно для утеплителя ничто не изменится. Потому что в данном случае пароизоляция, она действует, то есть без проникающей, ну то есть не имеет никакого проникающего свойства. То есть она полностью изолирует. Вот. И в этом я вот сейчас как раз с помощью инструкции для изоспана как раз хотел показать, что здесь написано. Здесь как раз такая вот информация. Она довольно-таки короткая, но очень емкая. Вот. Здесь говорится... Так, секундочку. Вот. Сразу так не найду. Вот. То есть пароизоляция изоспан-Б применяется в качестве паробарьеров для защиты утеплителя и других элементов. Так. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкции стен. Вот. Гладкая сторона, другая шероховатая. Вот шероховатая нужна для удержания капель конденсата и для последующего их испарения. То есть таким образом получается, что у нас пароизоляция служит... Вот этот шероховатый слой нижний, он служит для того, чтобы каплей, которые поднимаются снизу, конденсат, чтобы он не стекал по пленке, а чтобы он как бы впитывался частично вот в этот шероховатый слой. Потому что он имеет такое свойство у него, что он как накапливает эту влагу в себе. Ну, конечно, немного, но частично он может в себя впитывать. Но не пропуская влагу вовнутрь пирога. То есть он только вот наружную часть чуть-чуть впитывает влагу и таким образом удерживает эти капли конденсата, чтобы потом в дальнейшем они потихонечку испарялись. И чтобы не происходило намокание уже финишного материала, будь то это гипсокартон, либо натяжной потолок, чтобы капли не стекали. То есть это на самом деле такой важный момент, потому что много и очень часто, если материал, особенно вместо пароизоляции идет пленка, конденсирует пар на пленке и стекает уже на гипсокартон, допустим. И получаются такие мокрые пятна, которые в дальнейшем потом приводят в непригодность уже сам материал. Потом от этих пятен тяжело избавиться, потому что они и через шпаклевку, и через покраску вылазят. Вот, поэтому в данном случае не имеет значения, какой стороной мы прибьем для утеплителя, поскольку вовнутрь проникать влага в любом случае не будет. Вот, но имеет значение для того, будет у нас конденсировать снизу пленка или нет. То есть если мы кинем гладкой стороной, то будет у нас конденсировать влага и капать уже на финишный материал. Если мы кинем шершавой стороной, то конденсат будет задерживаться на пароизоляционной пленке, и таким образом будет, как мы прочитали в инструкции, потихонечку испаряться, и ничего капать уже не будет на сам гипсокартон или натяжной потолок. То есть какой мы потолок сделаем, он будет сухой. Вот это главная особенность. Конечно, существует помимо такой пароизоляции, существуют паропроницаемые мембраны, то есть паропроницаемая перфорированная пароизоляция. То есть она является на самом деле тоже как пароизоляция, но частично она может пропускать. Может пропускать в пирог, даже так в инструкции написано, что для того, чтобы не конденсировала снизу пленка, то есть она как бы частично чуть-чуть пропускает, но нужно тогда хорошее проветривание делать сверху. То есть обязательно, чтобы была контррейка, чтобы сверху была вентиляция всего утеплителя, чтобы эта влага могла выветриваться. И таким образом, особенно это касается таких мест, где повышенная влажность очень часто бывает конденсирует пленки. И как раз вот для таких мест нужны вот такие мембраны. Честно говоря, я еще ни разу ими не пользовался, но знаю, что их используют, они существуют. И они нужны вот именно для повышенной влажности, чтобы не конденсировала пленка. То есть частично, какой-то процент, вовнутрь пропускается влага. Но опять же, еще это имеет значение, какой у вас утеплитель. Если у вас утеплитель, который боится влаги, который просаживается, то, конечно, исключено использование такой пленки. А если вы будете использовать утеплитель, например, который не боится влаги, вот как в данном случае у нас. Вот у нас остались упаковки. У нас рулонный утеплитель для кровли. Вот написано «Аквапротект». Вот «Аквапротект» написано «Отталкивает влагу». Но, то есть вот он для стен, для пола, для потолка. Вот, то есть он как бы подходит, по идее, для такой пароизоляции. То есть мы здесь могли бы использовать такую, которая частично пропускает влагу вовнутрь пирога. Вот, и таким образом мы именуем конденсирование. То есть получается, как бы, если так в двух словах сказать, что тепло дома и красота, они как бы стоят на весах. То есть, с одной стороны, мы хотим сохранить, чтобы тепло было у нас. То есть, если проникает влага в пирог, то получается уже утеплитель теряет свое свойство, и он становится более холодным, потому что он поглощен водой. То есть ему надо испариться. Но мы решаем вопрос с красотой. То есть у нас не конденсирует и не капает на тот же гипсокартон. Но, с другой стороны, если мы, например, сделаем полностью пароизоляцию, вот мы полностью обезопасим утеплитель полностью, у нас туда ничего не попадает. Но тогда мы не решаем вопрос с тем, что у нас по ровной части просто вода вот этой капельки собирается и потом капает уже на гипсокартон. То есть у нас вопрос остается как бы с красотой открытый. То есть, постоянные будут потеки, капли собираться. Поэтому здесь нужно вот этот момент учесть. Потому что то, что написано в инструкции, это все понятно. Но нужно еще, чтобы это было красиво. Самый тоже немаловажный момент. Чтобы капли эти потом нас не беспокоили. Вот. Это все, что касается пароизоляции. Что я хотел сказать. В следующем еще ролике хотел осветить вопрос. Касаем утеплителя. То есть здесь мы использовали рулонный утеплитель. Вот. Но хочу сравнить, чем отличается рулонный утеплитель от утеплителя в матах. А именно каменная вата. И здесь в данном случае мы использовали утеплитель минеральный с кварцевой крошкой. Вот. На кварцевой основе. Вот. Хотел поподробнее, то есть, вот этот момент осветить. Вот как раз в следующем видео этот вопрос хотел поднять. Если какие-то есть вопросы или дополнения, пишите в комментариях. Рад буду ответить на них. Вот. Или узнать что-то от вас. Спасибо всем за просмотр.